Зарина Рахмон получила высокую должность. Репрессии в отношении родственников и накомыслящих. Минкультуры Таджикистана готовит образцы национальной женской одежды. Одна из дочерей президента Таджикистана, Эмамали Рахмона, Зарина Рахмон, назначена заместителем председателя Ориенбанка. Возглавляет банк ее родной дядя, предприниматель Хасан Асадулло Зада. В банковском документе, копия которого 18 июля попала в распоряжение радио Зади, отмечается, что Зарина Рахмон была назначена на эту должность в начале 2017 года. В 2010 году Зарина Рахмон, получив образование за границей, в течение двух месяцев была диктором и читала новости на английском языке. На тот момент ей было 16 лет. Следует отметить, что карьерный рост детей Эмамали Рахмона традиционно происходит довольно стремительными темпами. Так, его сын Рустам, после пребывания в нескольких руководительных должностях, недавно был назначен мэром города Душанбе и, по мнению экспертов, готовится на роль преемника своего отца. Дочь Азада Рахмон является сенатором и возглавляет администрацию президента, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, работала в посольстве Таджикистана в США. В 2009 году была назначена первым заместителем министра иностранных дел страны. Другая дочь Рухшона Рахмонова с ноября 2016 года работает заместителем руководителя управления международных отношений Министерства иностранных дел Таджикистана. Прежде она работала в посольстве страны в Великобритании. Старшая дочь Тахмина Рахмонова, которая особо не мелькает в СМИ, считается в Таджикистане бизнес-вумен номер один. Кроме того, все зятя Эмамали Рахмона занимают должности в сфере экономики и финансов в правительстве. Таким образом, тиран Эмамали Рахмон превратил страну в своего рода частную компанию. Которые он и его близкие распоряжаются по своему усмотрению и сугубо в своих интересах. Они обогащаются за счет присвоения народных средств, толкая население в бездну нищенства и рабства. А проявивших недовольство с такой ситуацией в стране, либо сажают на долгие годы в тюрьмы, либо изгоняют из страны. Известные международные правозащитные организации Human Rights Watch и Норвежский Хельсинский комитет вновь призвали власти Таджикистана прекратить преследование семей оппозиционеров. Таджикистане задержали, допросили и угрожали родственникам десяти мирных активистов оппозиции, которые приняли участие в конференции в Германии 9 июля 2017 года в ответ на мирное осуществление своих основных прав, говорится в заявлении правозащитных организаций. Активисты тогда представили подробности о десяти инцидентах в городах по всей стране. По данным авторов заявлений, во время инцидентов сотрудники службы безопасности и местные чиновники публично пристыдили, запретили выезжать из страны и пригрозили конфисковать имущество родственников активистов. Министр внутренних дел Таджикистана Арамазон Рахамзада прокомментировал журналистам данную ситуацию на пресс-конференции, состоявшейся 21 июля в Душанбе, следующим образом. Что значит преследование? Если их вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля или для получения информации, то это не является преследованием. Если же при этом унижали их честь и достоинство, это уже другой вопрос, но к нам подобных заявлений от родственников и близких членов запрещенных групп не поступало. Между тем, преследование родных и близких неугодных режиму граждан не является новшеством. Подобная практика подавления инакомыслия широко применяется режимом Рахмона на протяжении последних двух-трех лет. Так, в декабре прошлого года силовики подвергли карательным мерам осужденного к 28 годам лишения свободы Рахматулло Раджаба, отца журналиста оппозиционной телестанции Payom.net, Шухрата Рахматулло. Его жестоко избивали, предварительно поместив в одиночную камеру, при этом говоря, что все это в отместку за репортажи его сына. Кроме того, длительным допросом подвергалась и его мать. Также после протестов, проведенных активистами таджикской оппозиции в декабре 2016 года в Праге, их родственники были подвергнуты репрессиям. Кроме того, жестким репрессиям со стороны силовых структур режима подвергаются родные и близкие осужденных и подозреваемых по религиозным мотивам, большая часть из которых остается необнародованными. Более того, по словам одного нашего источника, пожелавшего остаться анонимным, в последние 3-4 месяца участились предложения о принятии коллективной меры ответственности за инакомыслие со стороны правительственных иммунхатыбов, которые озвучиваются на пятничных хутбах. После недавних выступлений тирана Амамали Рахмона с нападками в адрес ислама, в частности в адрес носителей хиджаба, которая породила споры и возмущения среди населения Таджикистана, Министерство культуры Таджикистана заявило о подготовке образцов национальной женской одежды, якобы свойственной таджикской культуре и традициям, с формулировкой во избежание ношения чуждых нарядов. Глава ведомства Шамсиддин Арумбекзода заявил 21 июля на пресс-конференции, что в обществе не утихают споры вокруг национальной одежды, поэтому исполнительный аппарат президента поручил подготовить образцы одежды в свойственной культуре таджиков, чтобы раз и навсегда поставить точку в этих дискуссиях. Напомним, что масштабная кампания против хиджаба под лозунгом «Ношение традиционной таджикской одежды» началась в 2015 году. До этого режим ограничивался запретом хиджабов в образователях и госучреждениях, ссылаясь на определенный дресс-код той или иной организации. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...